всем привет друзья меня зовут давид и вы находитесь на youtube канале арстайл это полноценный полный обзор сяоми ми микс я с ним походил попользовался и поэтому могу рассказать все плюсы и минусы наберется и тех и других достаточно но конечно это инновационный смартфон принято говорить уже о нем что смартфон безрамочный конечно же нет рамки здесь есть но основная фишка это то что большая часть прям вообще там очень большая часть занимает именно экран как видите сами это что-то удивительное насколько удобно этим пользоваться я рассказываю сразу не слушайте никого кто вам говорил что ложные срабатывания все это полный бред я пользовался смартфоном я ходил ставил сюда свои сим-карту программы и у меня пришло там у меня ни разу случайного нажатия не было то есть рамочки есть они защищают ваш смартфон то есть если бы он был на совсем безрамочным хотя то я думаю не было проблем чем придумать то есть вот видите то есть не перелистывание ничего то есть не происходит если даже фотку кунти откроем дали на этом то есть это важно понимать а так смотрится конечно но если мы посмотрим вам подробно дисплее сейчас покажу рамочки действительно очень небольшие и вот это тот самый смартфон который вызывает вау так называемый эффект минусы сразу могу сказать я перед обзором очень тщательно очень тщательно протер его но он собирает почти отпечатки пальцев просто безбожно и производитель об этом прекрасно знает поэтому в комплекте коробка такая трансформер то есть очень так прикольно вытаскивается как необычно папа 1 класс и коробочка вот так вот у нас открывается отсюда с одной стороны и получается здесь лежит смартфон с помощью такой штуковины вытаскивается пленочки вот так вот вверх потянуть без нее сложно будет открывать и здесь кабель а юсб тайп си зарядное устройство инструкции скрепочка для открытия латочков и больше ничего производитель не расщедрился за эти деньги честно говоря кроме чехла на официальном сайте написано что чехол кожаный то есть из натуральной кожи но выглядит честно говоря он каким-то дешевеньким там совсем знаете как с алиэкспресс там за 3 доллара грубо говоря конечно китайцы наверное еще не научились как нужно правильно комплектовать премиум но думаю они до этого дойдут потому что за такие деньги сюда можно было положить кин наушники очень качественные сюда можно было положить какой-нибудь действительно классный чехол как lg4 например там выделенной кожи здесь же положили простейший но и на том спасибо конечно с им уже когда его одеваешь смартфон становится больше но самое главное отпечатки не собирает и не такой скользкий насчет скользкости а кстати не буду его за этот ролик он не такой скользкий как и ожидал многие пластиковые стеклянные телефоны значительно больше скользят но тут вес большой 209 грамм поэтому вот в минус скользкость я ставить не буду смотрите на руке он более-менее до съезжает но за счет своего веса но еще расскажу проблемы из этого я не делаю более-менее более-менее уст более-менее ухватист по характеристикам экран здесь 64 дюйма технологии экрана и ps2 040 на 1080 364 пикселя на день почему не full hd чуть выше то есть 1920 а здесь 2040 соответственно 120 пикселей они внизу специально сделаны сяоми под вот эти вот сенсорные клавиши на самом деле мне кажется это не слишком наверное хорошо потому что эти клавиши они всегда здесь место то есть клавиши могут исчезнуть во время игры или просмотра фильма но как-то не то знаете лучше бы они сделали здесь потому что здесь вот под них да место сделано я все понимаю но все равно они мешают часть экрана все равно хоть и на 17 надеюсь как-то мне не очень понравилось на тоже придирка сейчас просто сами все увидите а так по качеству экрана конечно же это настоящий флагманский экран с очень качественной цветопередачей есть настройка цветовой температуры и по дисплею ну 5 баллов из 5 там 5 с плюсом ничуть не хуже любых других то есть реально дисплей хорош android 6 конечно же стоит на данный момент когда я снимаю обзор это у нас декабрь 2016 года глобалка 8 стоит 807 ну как я понимаю это прошивка еще до конца неофициально то что появился только-только смартфон и будут обновления потому что обычно так и бывает что у нас далее про экран рассказал про камеры вот камеры многие сейчас ждут буду ругать наверное мне уже писали когда делал предобзор этого телефона давид камеры там отстой ну за такую цену да конечно же могу как сказать сравнить его с ми-5 которым я сам владел пользовался несколько месяцев сяоми ми-5 там качество фотографий почти эталонная прям вот реально очень очень хорошая здесь же ну уровень redmi то есть конечно имело смысл сюда поставить камеру от ми-5 которая меня устраивала на сто процентов здесь же этого не сделали почему не знаю решили сэкономить может быть просто не знаю не знаю честно но вот камера конечно не айс примеры фотографии посмотрите там штук 8 наверно разных я для вас подготовил единственное в защиту этого смартфона скажу что просто великолепно ну не великолепно но значительно лучше чем redmi например любые телефоны или большинство конкурентов снимает в темное время суток да мылит но мылит очень мало то есть в полумраке снимает хорошо на удивление камера с оптической стабилизации 16 мегапикселей основная чуть повыше ее поднял пальцами поначалу закрывал и фронталка обратите внимание она внизу потому что здесь места просто для нее нету и конечно же есть качество видео разрешение до 4к в принципе с камерами все примеры посмотрите вывод сделайте сами отмечу еще сразу очень важную вещь то есть дисплей обратите внимание нигде нет отверстия разговорного динамика звук проходит прямо сквозь экран телефона и попадает вам непосредственно в ухо это очень необычно и звук конечно же отличается плохими его назвать сложно все слышно но конечно он более такой цифровой более странный конечно но пользоваться можно я думаю технология мы еще увидим множество телефонов с такой технологии скорее всего самое прикольное что можно ухо сюда поднести можно сюда слышать будете в любом случае нормальная слышимость но отличается честно говоря мне обычный динамик нравится больше ну что есть то есть ну и по процессорам можно буквально несколько слов сказать потому что я думаю все понимают это настоящий флагманский телефон и конечно же производительность очень высокая здесь полноценный qualcomm snapdragon 821 4 ядра до 2 35 гигагерц старшая adreno 530 видеопроцессор и либо 3 либо 6 гигабайт оперативной памяти встроенный либо 128 либо 256 у меня версия 3 гигабайта оперативной 128 встроенной 128 встроенной это много как памяти здесь не предусмотрено если берете версии еще более дорогой 256 гигабайт то оперативной памяти будет 6 гигабайт и отделка золотом окантовка камеры и сканер отпечатка пальцев кстати вам так внешний вид и не показал давайте исправлюсь с правой стороны абсолютно стандартно кнопка включения и выключения кнопки громкости снизу у нас есть собственно динамик он один звучит нормально ну чё бы сказать звучит и звучит микрофон судя по всему здесь с обратной стороны у нас слот там слот именно 2 наносим карты больше ничего нет сверху ничего нет необычного то есть имею ввиду инфракрасный порт убрали звук в наушниках отмечу прям прям красавцы я не знаю что они сюда поставили информацию не нашел в вольсен не вольсен что-то еще свое либо просто это так 821 не знаю честно говоря информации просто я не нашел в русском сегменте интернета но звучит потрясающе звучит классно мощно и вот реально прям звуку даю прям десяточку из десяти не раздумывая звук офигенный вытягивает даже дешевые наушники будете я думаю разницу вкус услышите звучит очень классно и судя по всему это два микрофона шумоподавления ну и с обратной стороны это камера вспышка ну и конечно же сканер сканер работает кстати не так и быстро ну на уровне redmi кстати потому что тот же вам плюс я тестировал три этап быстрее ну и здесь не могу сказать смотрите какая-то секунда проходит но это придирка просто аппарат дорогой мне хочется максимально о нем рассказать смотрите первый тест когда прогнал с перезагруженного телефона antutu в 160 и последующий немножко падает мой получается но не сильно то есть подряд тесты прогонял в любом случае 160 140 тысяч баллов это очень много бетчмарк тест то есть видим опять же очень внушающие больше 4000 четырех ядерном многоденном режиме и 1800 круто ну и конечно же fps bonsai 59 то есть цифры говорят нам о том что пойдет не только танки на максимальных пойдут по идее все игрушки которые будут выпускаться еще несколько лет ребят это 821 дракон это очень высокая мощь по нагреву я не поленился и несколько боев в танках провел просто я ее как тестовую поставил греется но не сильно вот где-то здесь вот тепло ну проблем из этого делать не буду просто скажу что нагрев ну наверное даже ниже среднего при обычной работе чем бы не делали к тестах например не греется абсолютно то есть при нагрузках может нагреться но это все несущественно по модулям радиоприемник кстати отмечу увы сяоми от него здесь отказались очень жаль обычное радио зато есть nfc вай фай блютуз при том что странно есть все модули то есть вай фай блютуз есть все модули gps глонас и бейду но я не скажу что прям какой-то сумасшедший быстрый бывало быстрее тот же 820 снэп работает лучше не знаю чем это связано в любом случае gps работает отлично глонас и бейду но вот за три минуты вот такой результат бывало больше бывало там по 20 спутников взял работу за полторы минуты но и здесь все очень и очень хорошо по батарее вот тут прям воздержаться не смогу опять буду телефон хвалить ребят это что-то потрясающее ну во-первых емкость батарея 4400 миллиампер вроде не так и много не рекордно а так нормально для такого экрана в реальности если мы крутим видео без перерыва то 8 часов 42 минуты вполне себе хороший результат но в живом использовании когда вы пользуетесь интернетом телефоном камеры говорите по нему такое чувство что он проживет больше двух суток в таком нормальном режиме хорошем смешанно активном режиме то есть вы им пользуетесь он разряжается медленно я не понимаю почему мой redmi note 3 pro на официальной глобалке 8 работает чуть ли не в два раза меньше у меня до его можно растянуть на полтора два дня он нормально живет ну вот это чудо я не понимаю как как китайцы что сяоми ми макс которым я пользовался пока не разбил к сожалению он работал зверски долго что ми микс это чудо почему они не делают то же самое на трешках и на четверках я не знаю я не знаю честно говоря либо экран очень энергоэффективный либо процессор 821 какой-то зверски энергоэффективный либо какие-то алгоритмы я не знаю но могу сказать такие цифры что когда вы им пользуетесь при том вы особо не экономите обычное использование музыка повторю фото даже сделаете поиграете немножко то такое чувство что процентов 30 40 к вечеру глубокому вы только его разрядить и останется 50 60 это какое-то чудо я нисколько не придумываю мой экземпляр живет очень долго и те кто пользуется с вами ми макс это значительно более доступный телефон только без керамического корпуса корпуса это керамика все ребят само собой это не стекло это керамика то вот сопоставимо очень даже и вызывает просто восхищение и уважение ну конечно брать его за такие деньги я думаю вряд ли кто-то все эти плюсы перевесит мне кажется брать его в первую очередь будут те кто хочет выделиться кто хочет сказать смотрите вау какой у меня телефон безрамочный для керамический корпус да тут все самое мощное и кроме камеры принципе практически все несколько слов об оболочке это мио и 8 мио и 8 красави красивая оболочка хорошая есть очень много разных вкусностей я обещал подписчики я вам обязательно сделаю обзор полноценный на эту систему могу лишь отметить что можно поставить дополнительные можно сделать из телефона два дополнительное пространство вы переключаетесь и у вас будет совершенно другая учетная запись то есть он будет вот вы настроили телефон под себя нажали кнопку переключились у вас как будто новый телефон можете поставить туда другую учетную запись будет другой рабочий ствол другие программы просто будет как будто новый телефон нажатием одной кнопки можно поставить два приложения до много всего просто сейчас я затягивать обзор этим не буду но скажу что оболочку они допилили очень хорошо единственным по батареи каких-то особых алгоритмов они так и не придумали пока реально работающих чтобы экономили энергию пока все достаточно средненько а в остальном конечно сяоми молодцы что тут сказать фишечек достаточно много замок приложений достаточно интересный появился то есть все это уже встроено ладно а вот это вот что спросите самое внимательно отвечу это такая штуковина помощник называется она достаточно простая то есть кнопка назад кнопка блокировки сделать скриншот и открыть список последних приложений вот она все они конечно дорабатывают и дорабатывают очень красиво них оболочка и самое главное она даже на дешевых смартфонах на тех же время работает очень и очень быстро и прилично как правило что касается сяоми ми микс а давайте вам тогда включу фильм я думаю коту большого смысла наверно нет напишите вообще стоит ли мне заморачиваться этим я обычно включаю чтобы вы звук послушали вот звук скользкий немножко когда вот так поднимаешь до чувствую как масло знаете но поднимаем обратите внимание видите кнопки они скрываются вот сейчас покажу сейчас они уйдут а да взрывается не угнал некоторых ситуациях просто они вот здесь вот шторка горит но это на программа не адаптированы так-то не скрывается без проблем по картинкам тоже кота большого смысла я думаю показывать нет но все-таки покажу углы обзора давно уже в прошлом раньше знаете надо было показывать вот ребят смотрите углы обзора хорошие вот смотрите вот он безрамочный дисплей безрамочный телефон красиво вот кнопки вот ждем уберутся не берутся вот некоторых программах меня это реально раздражало вот здесь они не убираются даже если подождать минуты видите другой стороны напомню то есть здесь у нас получается аж 17 на 9 и место под них оставлено но все равно немножечко это напрягает может быть будущей прошивку идут они целиком будут уходить подводим итоги тогда плюсы конечно же здесь очень качественный и приятный экран телефон прям смотришь ну действительно очень здорово на него просто просто наслаждаешься цветами телефон действительно экран телефона очень хороший плюс автономность про которой вам столь много рассказал она действительно очень и очень неплохо шикарно инновации инновации но в данном случае конечно же это дисплей который занимает там огромную большую часть экрана безрамочный так называемый но мы видим рамки все-таки есть они не мешают это то что звук проходит сквозь стекло при том ребят но не могу не отметить до шар пакос выходил два года назад по моему тот же самый экран плюс минус то есть также беззамочный назывался технология сквозь стекло проводимость костная насколько я понимаю это заявлял еще гигасет возили они меня два года назад в берлин так удивился позвали возили телефон и так и не стали в россии продавать инновации конечно же еще что прикольно то что мы керамический полностью корпуса отделка золотом золотом правда не самой высокой пробы 18 к но все-таки знаете все равно в старшей версии правда ну и еще вообще могу назвать конечно в плюс однозначно это производительность телефона высочайше это все-таки флагманский процессор который хватит очень и очень надолго и звук в наушниках повторюсь очень шикарный прям вытаскивать из ушей не хочется играет классно намного лучше ми макса по моему даже лучше чем не 5 то же самое играет на высоком уровне особенности я все перечислил в принципе повторяться не буду по большому счету что еще назвать юсб тайп си уже за особенность не тянет уже должны все на него переходить оптическая стабилизация камеры настолько цветовой температуры экрана датчик уведомлений спрятался при суда кстати он есть он настраиваем и разными цветами красный синий желтый зеленый на разные события и так далее принципе это все еще отмечу быстрая зарядка из всего этого можно конечно было еще на цену научку цена высокая ребят я реально говорю прям в россии он уже больше он больше 50 стоит китае тоже там больше 500 долларов 50 и выше но актуальные цены посмотрите ссылки оставляю цены в рублях посмотреть в россии и цены на алиэкспресс ну еще может пару магазинов закину но все-таки ему 9 баллов из 10 ставлю потому что шума надел много да камера не идеально ожидаешь за такие деньги могу же сюда бы камеру от mi5 не надо париться не надо ничего придумать поставьте сюда севами mi5 она на уровне с тем же самым samsung galaxy с тем же lg g4 она очень качественные фотографии делает я пользовался одна из лучших в мире в пятерку точно входят вот сюда бы и поставить и прям смартфон ну реально был бы классный ну и маркость конечно но вот это просто достает чем я не делал перед вот говорю все протер мгновенно покрывается отпечатками скользкость еще раз скажу сильно не напрягает но немножко есть а так маркость основной раздражает на этом все как всегда желаю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид наверно будете писать купил бы себе или купил отвечу честно он все таки знаете очень дорогой и я бы вот не купил если бы он стоил ну никак не ми макс конечно который вообще на чуть ли не 10000 16 гигабайт на то да он металлический он попроще ну не знаю за такие деньги это конечно телефон такой первопроходец и выделиться с ним получится больше просто аналогов у него не существует по крайне если в россии поискать вы не выделились не самсунгом уже ну понятно айфоном который третий год от не отличается от три года один и тот же дизайн делают не кем-то еще там никем никем просто вот если хотите выделиться если не жалко денег то будете свои плюсы свои плюшки в хорошей автономности хорошем экране хорошем звуки наушников но будет он у вас марки ну и конечно производительность сидела там но будет очень марки чехол прятать это но очень чехол странно еще расскажу очень странный можно было сделать намного лучше это же какой-то не знаю как сказать я с ним не стал ходить ладно теперь уже все еще раз будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастливо